Всем привет! Добро пожаловать на урок R1. В нем я расскажу про переменные в языке Луа, про типы данных, про математические вычисления, про то, как вывести информацию на экран, результаты наших вычислений. Урок очень короткий и простой, и в конце будет домашнее задание. Почему урок называется R? Ну, это как бы повтор. Некоторые уроки я буду перезаписывать более понятно, более сжато, чтобы вы не сидели 50 минут и не слушали. Так, тестировать мы, конечно же, будем все и проверять в Roblox. Итак, запускаем наш Roblox Studio, создаем проект с Baseplate, чтобы не тормозило. В Explorer выбираем папку Server Script Service, добавляем скрипт. Здесь мы будем нашу программу писать, все, что мы хотим тестировать сегодня на уроке. И домашку же здесь делать. Так, и еще нужно открыть окошко, где будет появляться информация, куда мы будем печатать текст. Нужно открыть консоль. Видите, вверху вкладка View, нажимаем Output, все, появилось окошко консоли. Ну, теперь давайте возвращаемся к уроку. Итак, типы данных в языке Луа. Числовой тип. Ну, тут объяснять не нужно, что тип таких данных, числа. Числа могут быть любыми. Отрицательные, положительные, видите, дробные числа. Так, следующий тип, очень популярный и востребованный, строковый тип. Здесь текстовые строчки находятся. Текстовая строчка может быть из одного символа или буквы, из нескольких, может быть целое предложение. Самое главное, что текст, в отличие от чисел, он всегда должен начинаться с кавычки двойной и закрываться тоже двойной кавычкой. Вот, и здесь вот вы посмотрите. Кавычка, пробел, кавычка. Это тоже текст. И даже так, кавычка, кавычка. Тоже является текстом, просто пустым. Так, и третий тип, логический тип. В логическом типе может быть либо истина, либо ложь. По-английски true или false. Также этот логический тип называется boolive. Так, ну давайте теперь научимся печатать наши данные на экран. Печать на экран, а в данном случае в консоль мы будем печатать, с помощью функции print. Нам нужно запомнить вот это слово, print, маленькими буквами, открывающая круглая скобка и закрывающая круглая скобка. Если мы хотим напечатать какое-нибудь число или строку, мы должны напечатать так. Print, открывающаяся скобка, здесь какое-то число или строка в кавычках, и не забыть закрывающуюся строчку. Ну давайте попробуем это в роблоксе сделаем. Print 100500. Запускаем, и вот здесь в этом окне должно появиться. Все отлично, все появилось. Остановили. Идем дальше. А что если я хочу несколько напечатать значений? Я их могу разделить с помощью запятой. Вот так, например. И на экране, что же появится на экране? Ну давайте попробуем. Так, переходим. Переходим в наш скрипт. Здесь пишем просто запятая. Запятая и в кавычках, в двойных, пишем любую текстовую строчку. Ну я повторяю то, что у нас было на уроке. На уроке, да. 100500 шазам. Отлично. Останавливаем. Без кило можно... В функции print можно печатать много разных значений. Можно еще напечатать, например, какие-то еще значения. Еще какие-то строчки. Можно все это смешивать. Вот и все это напечатается на экран. Давайте попробуем, как это выглядит. И маленький трюк покажу. Видите, все сплошняком выглядит. Сплошную. Кстати, если вы хотите сразу перейти в ту строчку, где у вас вывелся этот текст, можно сюда щелкнуть. И у вас сразу откроется скрипт, и строчка будет стоять здесь. Видите, как удобно. Нажали стоп, и можем уже дальше редактировать. Итак, мы видим, что строчка слитно выводится. 100500 шазам. Как сделать пробелы какие-нибудь? Можно здесь просто добавить пробелы внутри кавычек. Получается у нас строчка такая. Кавычка открывается, пробел шазам, высоциальный знак, пробел, кавычка закрывается. И давайте теперь посмотрим, будут ли пробелы. Да, вот появились пробелы. Помните про это, чтобы строчка в домашнем задании выглядела покрасивее. Не забывайте про пробелы. Итак, вы уже знаете, как несколько значений напечатать. Если хотите 3 или 4, просто запятой разделяем значения. Теперь переходим к тому, что многим непонятно. Переменные. Переменные похожи на коробочки. Вот у вас дома, в вашей комнате, в шкафу есть, например, 20 коробок. Вы иногда в них можете... Если у вас коробки одинаковые, то вы в них путаетесь. Если коробки разных цветов, ну ладно, тогда вы, наверное, что-то находите быстрее. Но на коробках можно написать, например, игрушки. Ладно, не игрушки, мы же тут не детский сад. Games. Видео игры. Здесь у вас коробочки с лицензионными играми. Здесь, например, PlayStation. PlayStation лежит. Вот. Ну и что-то здесь еще лежит. Например. Например, копилка. Монетки. Псал coins. Так. В эти коробки можно складывать. Что-то складывать. Ну, в данном случае мы можем складывать какие-то данные. Например, в коробку Games мы можем положить минус один. Такое число. Ну, давайте минус один уберем. Давайте 200 туда положим. Вот так. Итак. Как я вам уже сказал, что переменные похожи на коробки с названиями. Вот эта коробка. Это переменная с именем Games. И в нее я положил 200. В коробку с названием PS4. Кстати, название это хорошее. Но переменные нельзя называть вот таким образом. Нельзя начинать с чисел. Например, 4PS. Язык Loa и Roblox Studio не поймут. Так что всегда начинайте с буквы. Ладно. Пусть PS4. Что мы положим в PS4. Давайте на рута положим. Так. Что мы положили. Видите. Раз есть открывающая кавычка и закрывающая кавычка. Значит это строка. Строковый тип данных. Так. Ну и давайте переменную coins положим. Например, значение истины. True. Хотя. Зачем. Давайте положим туда число. Сколько у вас монет? У вас 100500 монет. Отлично. Помните. Если вы назвали переменную с большой буквы. Вы ее должны везде именно так в своей программе и писать. Потому что games с маленькими буквами. Это одна переменная. Вот например один ящик. Я не буду тут копировать. Показывать. Просто поверьте. Games с большой буквы. Это другой ящик. А games с большими буквами. Это третий ящик. Так что как написали в первый раз свою переменную. Так. Пусть и не будет. Ну и давайте перейдем к присваиванию значения перемен. Если. Кстати. Вот у нас тут 4 красивые собачки лежат. Давайте попробуем. Создадим 4 переменные. В которых у нас будет храниться имена 1, 2, 3, 4 собачки. Вот кстати я вижу, что здесь даже 1 это какие-то близнецы. Ну ладно. Во-первых. Что нам нужно сделать? Переменные. Нельзя иметь переменные с одинаковым названием. Так что все ящики должны быть разными. Пишем dog2. Dog по-английски собака. Dog3 и dog4. Так. Ну давайте. Первую собаку назовем близняш. У меня здесь есть. Вторую собаку назовем буся. Третью собаку. Допустим. Рекс. Рекс. Рекс худенький у меня. Так. Ну и это конечно Пикачу или Наруто. Не могу выбрать. Ну ладно. Пусть Пикачу будет. Так. И смотрите какая запись интересная. Вот так и присваивают значения переменные. Когда мы пишем имя переменной равно близняш, то внутри этой коробки нашей переменной появляется значение. Вот так. Ну как вы видели в Roblox и в других языках может быть программирование никаких картинок нет. Это вам не скрыть. Мы должны писать как взрослые люди. Ну давайте вот как взрослые люди сейчас и создадим переменную. Чтобы создать переменную ящичек. Как мы здесь? Ящичек. Док 1. Да. Мы должны написать ключевое слово local маленькими буквами. Local. Док 1. Равно. И что мы хотим положить в эту коробку. В данном случае мы хотим положить в эту коробку имя собаки. Ну тут у меня в примере написано Рокки. На следующей строчке мы печатаем вот что. Print. Печатаем текстовую строку. Видите текстовая строка. Она начинается кавычкой, заканчивается кавычкой. Собаку номер 1 зовут. Здесь я пробел пропустил. И пишу dog 1. Название переменной. В результате давайте посмотрим что на экран у нас выведется. Так. Помните. Создаем переменную. Пишем local. Local. Dog 1. Усвоить. У меня будут разные имена собак. Вот пусть будет шарик. И теперь печатаем. Печатаем. Что там? Собаку номер 1. Собаку номер 1. Зовут. Здесь я пробел ставлю, чтобы не слитно было. Запятая. И пишу название переменной. Dog 1. Что у меня в данном случае произойдет? У меня здесь вместо dog всегда будет считываться значение из коробочки. Из нашей переменной коробки dog 1. Давайте запустим и убедимся, что у меня все хорошо. Собаку номер 1 зовут шарик. А что если я напишу вот так? Здесь напишу dog 2. Как бы не в первую коробку кладу, а во вторую. А здесь у меня идет печать информации из первой коробки. Давайте посмотрим, что же будет. Собаку номер 1 зовут Нил. Пугаться не нужно. Дело в том, что язык луа при любом обращении к переменной он создает такую коробку. Точнее не создает. Он ищет коробку с таким названием. Переменную с названием dog. Ну давайте, если я сейчас... Если нет этой переменной, то он говорит нам, что в этой коробке пусто. А в языке луа пустота обозначается вот таким словом. Нил. Я на экране напечатал Нил. Видите, оно красным цветом подсвечено. Это значит ключевое слово. Значит его знает наш Roblox Studio и знает наш язык луа. Так, давайте во вторую коробку номер 1 положим... Такая кличка у собаки. Кстати, я знаю такую собаку с кличкой кубик. Так, давайте запустим. Что, как вы думаете, у нас здесь напечатается? Собаку 1 зовут кубик. Все правильно. Не важно, что я в другие переменные написал. Шарик в док 2. В док 1 главное у нас сейчас находится кубик. И вот он печатается. А давайте, если я не кубик здесь напишу. Или вот так. Смотрите. Когда мы переменную создаем, мы пишем local. Но когда мы ей уже пользуемся, она у нас создана, мы в нее можем что-нибудь присвоить. Например, цифру 22. То просто так пишем. Док 1 присвоит 22. Запустим сейчас. Как вы думаете, как будут нашу собаку звать? Собаку номер 1 зовут 22. Стоит нам стереть эту строчку или закомментировать. Комментировать строчки вот так. Минус-минус. Видите, она стала серой. Ее наш язык перестал... Roblox Studio ее не видит. У нас программа запускается и начинает выполняться построчно. Сначала первая строчка выполняется полтом. Вторая. Видите, во второй мы создали переменную doc2. В третьей создали переменную doc1. Эта строчка пропускается. Она документирована. Потом доходим до шестой и вот у нас на экране печатается. Так, надеюсь, понятно. Так. Давайте попробуем теперь математические вычисления. Просто присваивать какие-то имена собакам это все очень... Это скучно. Вот у нас есть... Основные операции математически. Плюс. Минус вычитание. Звездочка это умножение. Такой слэш это деление. Ну, далее я серым цветом выделил. Нам сейчас это не нужно, но я скажу. Это возведение в степень. Это узнать длину. Ну, длину это количество букв, например, в строке. Вот собаку зовут шарик. Вот вы хотите узнать, сколько букв в этом слове. А процент это остаток отделения. Этими мы как-нибудь на других уроках займемся. Так, ну давайте теперь поиграем в компьютер. Без Roblox Studio. Давайте я попробую сейчас компьютером. Побуду. Итак, вот у меня есть переменная a. Я пишу a равно 2 плюс 4. Что у нас будет внутри этого ящика лежать? Ну, я сейчас помогаю, я вам считаю. Вы могли вперед меня посчитать. Так, шестерка там лежит теперь. Поняли? В переменной a у нас находится 6. Почему? Потому что мы в переменную присвоили с помощью равно. Вот это вот выражение. Выражение сначала вычислилось. Перед тем, как положить... Мы в переменной не можем хранить выражение 2 плюс 4. Мы можем только результат хранить. Итак, то, что справа от символа равно, вычисляется и складывается в эту коробку. В эту переменную. Давайте дальше. Переменная b. Переменная b равно a минус 1. Ну, я вам тут подсказку-то уже написал, конечно. И компьютер, когда выполняет программу, он прекрасно знает, что у нас в этой коробочке a хранится. Итак, давайте посчитаем. Что у нас будет храниться в переменной b? a минус 1. Смотрим. В a у нас шестерка. Значит, a минус 1 это будет 5. Пишем. Давайте переменная c. a плюс b плюс a. Ну, тоже, наверное, просто. 6 плюс 5 плюс 6. 12 плюс 5. Что у нас 17 здесь будет? А, здесь правильно посчитал. Так, а вот это я отказываю считать. Давайте наш компьютер заставим все это посчитать. Я, конечно, мог бы вычислить. Ну, так. Этих собачек мы пока удалять не будем. Мы просто продолжим. Сколько у нас переменных? Помните? Local a присвоить. Так, я сейчас не помню там, что у нас. 2 плюс 4, да? 2 плюс 4. Потом local b равно a минус 1. Local c равно a плюс b плюс a. Старайтесь пробелы пропускать до плюса и после плюса. До всех вот этих вот операций. Так легче текст читать. Итак, a минус 1. a плюс b плюс a. А вот это вот. Чтоб не набирать. Попробуем. Local d равно. Вот так. Так, ну и давайте теперь напечатаем. print a, b, c, d. Надеюсь. Так. Ну, я вижу пробелы, в принципе. 6, 5, 17 и 2, 460. Ну, мы можем, например, сделать вот так. Итак, если мы хотим напечатать, ну, точно понимать, что это у нас d, мы пишем вот так. d двоеточие. Пробел d двоеточие. Видите, я сюда строчку, печать строчки добавил. Кавычка, пробел, d двоеточие, кавычка. Итак, у меня напечатается a, b, c, вот эта строчка и d. Давайте посмотрим, как это выглядит на экране. 6, 5, 17, d двоеточие, да. d у нас 2, 460. Так. Ну, на этом все. Вы должны потренироваться и решить веселую задачку с собачками. Итак. Давайте я быстро озвучу. Ну, на этом урок закончился. Домашнее задание, этот текст я повторю в описании видео. Решение можно в комментариях выкладывать свои в виде текста. Текста вот этого скрипта, да. Скопировали и вставили. В принципе, в течение месяца с выхода этого видео я проверю ваши все домашки. И всем прокомментирую, если кто-то что-то не то сделал. Хорошо? Итак. Первый пункт. Есть три собаки. Буся, Рекс и... Придумайте имя для третьей собаки. 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 А, да. И думайте имя третьей собаки. Все правильно. Можно добавить больше собак, если у вас есть время. Можно собак на котов заменить, если вы не собачник. Итак. Создайте три переменные, в которых будете хранить имена ваших собак. Назовите ваши переменные так. Например. Имя моей супер-пупер-собаки 1. Или что-то более короткое. Типа. Dog name 1. Ну, я в своем примере вообще называл просто. Dog 1, Dog 2. Присвоите имена собак каждой из переменных. Переходим ко второму пункту. Добавьте в программу команды, чтобы напечатать имена собак из ваших переменных. Как должен выглядеть текст на экране? Это должно быть три строчки. Вот у нас три собаки, значит первая строчка должна быть так. Собаку номер 1 зовут Гуся. Но вы не должны печатать ее имя вручную. Вы должны воспользоваться переменной, которую создали в первом пункте. Для первой собаки своя переменная, для второй уже другая, для третьей третья. Напечатайте это в отдельных строках для каждой из собак. Третий пункт. Добавьте три переменные, новые, с другими именами, в которые вы занесете возраст собак в месяцах. Например, название переменной, это я вам пример говорю. Возраст собаки в месяцах 1, это для первой собаки. Или придумайте имена покороче, типа dog age month 1. Пусть Буси будет 12 месяцев, Рексу 25 месяцев. И вот вашей третьей собаке, сами придумайте возраст в месяцах. Напечатайте имена и возраст ваших собак в месяцах. Должно получиться так на экране. Собака номер 1, по имени Буся, возраст 12 месяцев. Ну и то же самое для второй собаки и для третьей. Не вздумайте печатать сами в принте ее возраст и все эти значения. Вы должны использовать переменные. Видите, как я здесь использовал? Я не печатал все это в виде одной строки. Здесь использовались переменные. Ну и давайте теперь займемся вычислением. Пусть компьютер подумает. Тут мы только заносили данные, имена и возраст. А теперь пусть компьютер посчитает. Создаем еще три переменные. В них мы будем хранить возраст наших собак в годах. И называем эти переменные примерно так. Возраст собаки в годах 1. Ну или dog age 1. Естественно, имена этих переменных должны отличаться от имен переменных, созданных в первом и в третьем пунктах. Теперь мы должны занести в эти новые переменные возраст собак в годах. То есть, нужно взять наш возраст собаки в месяцах и как-то перевести его в возраст в годах. Но у меня подсказка. Помните, сколько месяцев в году? Задача для первого класса. Напечатайте теперь, как в пункте 3, имена, номера собак, их возраст в месяцах и в годах. Ну, будет выглядеть примерно так. Собака номер 1 по имени Буся, возраст 12 месяцев и в скобочках 1 год. Тоже вручную ничего не печатать. У вас все должно печататься из переменных. Ну и последний, предпоследний пункт. Последние три переменные для наших собак создаем. В них мы должны подсчитать возраст собак в собачьих годах. Один собачий год равен примерно 6-7 нашим годам обычным. Ну, пусть это будет 6.5. Это вот такое число лет проживает собака, собачьих лет проживает за наш обычный год. Добавляем информацию о собачьем возрасте собак в печать на экран, как в предыдущий пункт. Итак, значит мы создали переменные, сами имена им придумайте. И добавляем в нашу строчку вывода собака номер 1 по имени Буся, возраст 12 месяцев, в скобочках 1 год. А собачьих лет столько. Итак, у вас все должно красиво выводиться. И теперь попробуйте, если у вас все работает, попробуйте посмотреть, как справляется ваш компьютер, как наш Roblox Studio для вас считает. Можно попробовать задать разные возрасты собакам. И посмотреть, как же у них меняется их возраст в годах и в собачьих годах. Ну и тут пункт сложный. Как бы задача сложная, сложнее немножко. Узнайте, сколько месяцев было бы 200-летней собаки, если считать по собачьему времени. Ну на этом мы заканчиваем. Всем хорошего настроения. Спасибо.